Сегодня поговорим о очень поздних посадках растений. В питомниках огромные скидки, распродажи посадочного материала. А можно ли еще сажать? Можно ли рисковать в такие поздние сроки? А вы знаете, что раньше именно в это время и сажали, когда деревья и кустарники полностью сбрасывали листву, а значит засыпали. А сейчас продают растения в горшках круглый год, вот мы и привыкли сажать совсем не в то время, когда положено природой. Итак, вы отправились в магазин или на рынок за растениями. Если саженцы явно засохшие и поломанные, проходите мимо, не стоит тратить деньги и время. А если вполне себе хорошие, то не раздумывайте, ведь со скидками в 70-80% в следующем сезоне точно не купишь. Так что же делать с этими запоздалыми саженцами? Многие боятся сажать в грунт и начинают высаживать их в горшки, затаскивать в теплицу или подвал. Это неправильно. В подвале температура, как правило, в пределах 3 до 5 градусов тепла. Это значит, что растения проснутся уже в феврале, и в марте начнут выпускать толщенькие росточки. И сделать вы ничего не сможете. Поставить на свет на неотапливаемую терраску, замерзнут, затащите в теплое помещение, рост усилится, а света-то не хватает для нормального развития. Так что посадить в землю даже очень поздно – это наилучший вариант. Вот только при посадке нужно соблюдать некоторые правила. Грунт в посадочной яме должен быть плодородный. Это знает каждый. Напоминаю, что растения уже спят, и поэтому использовать то, что вы добавляете в посадочную яму, будут только весной. Минеральные растворимые удобрения за зиму вымоют из посадочной ямы осенними дождями, металлами, снегами, а органические удобрения встраиваются в почву и только улучшают ее. Различные препараты с полезными, эффективными бактериями осенью также бесполезны, так как бактерии работают только при температуре не ниже 10-12 градусов. Ну а технологии посадки для всех культур практически одинаковые. Делаем просторную яму, добавляем удобрения. Глубина посадки у абрикосов такая, чтобы корневая шейка была над поверхностью земли. Заглублять нельзя. У пионов над почками должен быть слой земли не менее 5 см. У розы корневую шейку мы заглубляем на 5-7 см. Но у остальных культур уровень земли должен сохраниться таким, как был на прежнем месте. Очень важно, но об этом многие забывают, полить растения после посадки. И очень обильно, по одному, по два ведра под растения. Если этого не сделать, то в щели между комками земли и корнями будет поступать холодный воздух. И корни могут вымерзнуть. Поливом же мы уплотняем землю и обеспечиваем корням защиту. Чтобы земля дольше не остывала, немного окучиваем и обязательно мульчируем. Ну вот, пожалуй, и все. Можно еще защитить молодые саженцы от сильных морозов, надев колпак из укровного материала. Эти колпаки защитят и от весеннего яркого солнца. Удачных вам посадок! С вами была Вероника Поливкина. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»